Привет, друзья! С вами Пердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием The Survalist. Мы с вами остановились на том, что уже почти всё собрали, но, как говорится, всё да не всё. Мы сегодня с вами плывём в далёкое-далёко, а именно в нашем случае, на наш самый большой остров, по идее. Я думаю, что мы вот сюда высадимся и добежим сюда пешком, чтобы просто потом долго не плавать. Мне почему-то это кажется логично. Короче, цель у нас здесь. Фишка в чём? Мы не закрыли последний лабиринт, что очень странно, потому что он находился, мать его, прямо на нашем острове. Вот, по ресурсам мы пока просели только... Ой, стоп, я забыл посмотреть. А, Таргаш здесь, да? Бляха, может Таргашу сплавать? Есть шанс, что просто у Таргаша будут либо уже готовые подстилки эти, либо у него будет шерсть. Давайте я в слепой надежде к нему сгоняю всё-таки. Вот, к чему я вёл. У нас почти всё есть, у нас не хватает только, по факту, если я не ошибаюсь и нигде не просчитался, то не хватает только несчастных... Как они называются, ложечки? Парусов. То есть всё остальное у нас уже заготовленное, лежит в крафте, просто обмазаться этим всем добром можно, но мы не можем до конца добиться нужного нам успеха. Вопрос ещё касательно предметов. Мы в каждом же лабиринте собираем эти самые предметы, которые нам могут пригодиться в починке корабля, который нас направили к этому кораблю-галеону. Я думаю, что нам всё-таки желательно лабиринт закончить до того, как мы пойдём чинить корабль. Я до конца не уверен, будет ли там какой-то сверхнужный предмет, но лучше, лучше это сделать заранее. Лабиринты в целом мы с вами видели. Кроме загадок там ничего сверхъестественного нет. Я думаю, что я его пробегу не на запись, чтобы вы его не видели, потому что он занимает очень много времени. Вот, мы его кабанчиком пробежим. Если нам будет какая-то хитрожопая загадка, могу, конечно, показать. А так, в целом, я думаю, там всё то же самое будет. Люли, 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 люли и, собственно, конечный результат, который нас интересует. Так, я уже близко. Так, вот здесь надо аккуратней, макаки. Чуть подиагонален. Сейчас будет очень смешно, если пока я доплыву, пройдёт ночь. И это говно-тпшница куда-то. Вот это будет не очень. Точнее, начнёт перелетать в другую зону. Конечно, больше меня огорчит, если у него ничего полезного не будет. Но я набрал вон всяких когтей, рогов. Чтобы ему их втюхать, потому что нам они не нужны. Мы не так сильно топим за декор. Так что можем смело ему всё отдать. Вот, здесь ещё и разрушенный рыбацкий кораблик есть. Где-то он вот здесь. Да, на пересечении двух биомов. Нет, да? Короче, давайте, погнали, пацаны. А то мы так долго будем шастать. Может, здесь ещё какую-то зверушку сейчас найдём? Или не найдём? Торгаш, не уходи! Стоять! Так, мы его забронировали. К огромному сожалению, у него есть дощечки, у него есть гвозди. Даже самоцветы лабиринта есть. Но у него нет того, что нам надо. К огромному сожалению. Мы можем затарить все карты. Не знаю, нахера пригодится она нам или нет. Так, забирай рога. Забирай вот эту хрень. Когти тоже забирай. Гляди, тебе может пригодиться. Так, жрачка нам нужна? Нет. Кирка, меч давай. Он нам пригодится, скорее всего, мы заменим. И давай два камня с собой. Кстати, надо поесть. У тебя тут сокровища на острове нет? Сокровищницы, точнее. Я двумя руками за починиться, на самом деле. Сейчас, может мы где-то кабанчиком найдём тут? Кабанчика мы нашли. Но кабанчик мне не нужно. Чичичи, отойдите от него. Сейчас давайте здесь перебежим. Просто мы взяли столько карт и, скорее всего... Скорее всего... Кстати, а здесь... Готовится набег. Я там оставил боевых с топором, по идее. Я их оставил. Я не знаю, смогут ли они защитить. Блях, ну надо плыть назад. Хотя, в принципе, если он уже начался, мы ничего не сделаем. Он уже начался, значит, они уже на месте. Почему эта макака со мной не пошла? Странная макака. Давайте попытаемся, конечно, назад поплыть, но... Мне кажется, даже если мы сейчас приплывём, то мы приплывём чисто уже на развалины. Я не знаю, просто сколько их сейчас атакует нас. Вот в чём ещё проблема. Мы нападение вживую видели только на самом старте, когда пришёл, по-моему, один гоблин или два. Что, в принципе, ну такое. Сейчас у нас там точно есть четыре макаки с топорами. Точно. Которые... Я не знаю, это нельзя назвать патрулированием. Но, в общем... Они находятся на территории. Я не знаю, будут ли они давать сдачу. Но, скорее всего, должны. Скорее всего, должны. Потому что они вооружены и очень опасны. Но что будет по факту, мы не узнаем. Самое тупое, что нам нельзя сейчас останавливаться, смотреть карту. Потому что мы только затянем процесс. Сейчас, короче, попробуем. Если мы успеем, будет замечательно. Так, здесь гоблин что-то стоит. Давай, 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 давай. Ускоряемся, ускоряемся, ускоряемся. В этом большая проблема, потому что я не видел функции ни в эмоциях, нигде патрулирования. То есть, чтобы они находились в определенной зоне. И в случае появления врага, они его сразу тык-тык-тык. Такой функции я, к сожалению, не видел. Так, давай, 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 давай. Я боюсь, что я перепутал точки. Нет, не перепутал. Они там что-то по округе бегают. Самое еще, что может быть тупое, что если мы не присутствуем в этот момент... Кстати, она сейчас закончится, атака, и мы не успеем, да? Самое тупое, что может быть, если мы там не находимся, оно автоматом засчитывает как поражение. Все, закончилось? Набег закончился. Ну, сейчас глянем. Макаки, в принципе, в куче стояли. Возможно, они затащили врага, возможно, нет. Они затащили. Или нет? Я сейчас нихера не понимаю. Так, ну все, что наше, стоит на местах. Кровать наша здесь, то есть атаковали на 100% тут. Вот макаки с топорами ходят, все живы-здоровы. Хм, что-то здесь не так. Что-то здесь не так, потому что нет лута. Сейчас я по округе пробегусь. Может, они их по пути где-то отпинали. Ну, скорее всего, они шли с острова, типа, заспаунились на острове и бежали с этой стороны, да? Кости здесь были. Я когда плыл, я открыл карту, и макака почему-то бегал вот здесь как раз. Хрен знает. Может, они напали на прошлую нашу локацию. Ну, короче, она, в принципе, побубна. У нас сейчас сколько? Дней шесть, наверное, видимо, в запасе есть. Может, даже больше. У меня есть ощущение, что где-то между пятью-десятью днями запас идет. Почему эта макака со мной не ходит? Мать твою, ленивая это говно. Короче, с этим все понятно. Им выгружать я ничего не буду, им ничего не надо. У нас топорик, и это цел. Короче, я плыву к лабиринту. Нам нужно вернуться вот в эту точку. Там, правда, одна точка меня сбивать будет, по-моему, нет? А, это она же есть. Все окей. Мы плывем в эту точку и пытаемся максимально быстро зачистить лабиринт. Я-то, кстати, не помню, чей это лабиринт. Но мы при входе увидим, скорее всего. Так, я просто идеально заклой, куда нужно. Но беда в том, что нам еще бежать. И здесь смесь двух биомов. Блях, и он весь засран, естественно. И меня хрызут мухи. Мухи-фу. Так, здесь у нас обычная сокровищная. Я не знаю, мы в ней были или нет, скорее всего, да? А вот та, что снизу появилась, скорее всего... Нет, тоже были. Так, нам бежать куда? Нам через весь остров. Опа, здрасте. Так, кстати, я не поел. Это я зря. Так, ребятки, напинайте им, потому что я хочу сэкономить все-таки наше оружие. Мы не вечные, как говорится. Оружие наше, так тем более. О, вот этих пацанов надо забрать, ребята. Шерсть нам нужна капец как. Я там что-то считал, нам до хера шерсти надо. Тут, кстати, валяется шерсть. Так, мы как-то положились. Мясо у нас вроде бы в достатке. А вот всего остального добра не очень. Так, развались. Когти тоже собирать оказалось не очень выгодной затеей. Поэтому что? Делать мы этого не будем. Так, 7 шерсти сразу есть. Ребята, встали. Кто безоружен? Ты бляха, пока не на виду не узнаю. Так, держи. Главное, чтобы мы всю шерсть забрали. По-моему, нам там сколько нужно было? 8. Соответственно, 32. 32 единицы шерсти, по-моему, надо. Опа, еще один. Двое даже. Пинайте его в жопу. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то неприятно получилось, да? Немножко неприятно, особенно когда вы роняете ящик. Вот прям безгранично неприятно. Бляха, не вижу. Кусок мяса, кусок... Клок шерсти, вот. Ну ладно, оставлю таки быть. Так, кто из вас бездельников? Еще один топчет. Держи. Вот здесь где-то шастл. Ломайте ему жопу. Найс. Путем потери своего хп немножко, но это мелочи. Главное, что ящик не уронил. Так, 13 уже есть, слушайте. Надо будет, наверное, здесь на острове чужиха побегать все-таки. Так, здесь скала, давайте по реке пойдем. Надо хавать опять. Я боюсь, что еды, кстати, не хватит. Раньше бы как-то поэкономнее с едой себя вели. Так, не трогайте быка только. Точнее, этого кабанчика. А, реку уж мы не пройдем, да? Едите, твою мать, это через низ. Ладно, уже пошли. Каманейра. Опа. Не, дотянулся. На в жопу, на в жопу, на. Так, в смысле? Алло. Я ему жопу полностью продырявил. Че он жив? В смысле? Он положил всех наших макак. Вы че, издеваетесь? Ребята, ребята, че-то вы вообще расслабились. Давненько мы с вами, видимо, не бегали. Так вы уже, это, ручки свои опустили. Давайте подъем. Вон, уже потемнело. Макаки, прием. Отлично. Очень глупо, что мы не можем реку тут перейти, на самом деле. Ну, хотя бы там хоть какая-то, не знаю, проходочка по камням была или еще что-нибудь. Обязательно вот эта вот каторга. Так, здесь густой лес. О, а че это ящик здесь не забрал? Сокровище. Давай, бабос. Блях, нам придется через густой лес идти. Ладно, посудные пошли. Здесь кабаны, найс вообще. Блях, я терпеть не могу. Макакам, зашибись. Они знают маршруты, скажем так, невзирая на них. У них есть вейпоинты. У меня их нет. И мне от этого очень плохо. Ох, сейчас опять все грибут, да? Макака, подъем. Не знаю, что ты там нормально себя чувствуешь. Но! Я вижу даже звездочки за деревом у него над головой. Все, он подорвался. Давайте здесь обойдем, потому что ну его нафиг эти густые леса. О, тигрица. А у тигра, по-моему, мало шерсти. На удивление, кстати. Тигрица! Сразу за жопу меня цап. Он мощный собака, он может наших наковылять. Да и еще наших, он и меня может наковылять. Кстати, с этого нормально выпало. Где ящик, мать вашу? Ой, вы бездельники, сраный. Боже, одну задачу дал. Ну неси ты просто ящик. Нет, он же суется в бой. Кстати, это тоже можно было прописать запросто в этом. Тадеон, блях. Запросто прописать в скрипте товарищей. Что если у них есть что-то на руках. Два варианта. Либо они сбрасывают этот предмет. И идут атаковать, если у них есть оружие. Либо они просто отходят. От боевой ситуации. Чтобы не огребать и не ронять эти самые предметы. Это же было бы логично, правда ведь? Так, я потерял Дион. Блях, не говори, что мне все равно в лес надо. Едите твою мать. Так, летучие мыши заспавнились. Дайте поем. Сейчас, он получается между скалами. Здесь нам надо просочиться. Нахер кусты. Гуп, развались. Гуп, развались. Развались, все. Дай нам пройти. Вот оно. Нашли лабиринт, значит мы здесь точно не были. Это хороший знак. Бляха, там скелеты ходят. Что-то ссык одно стало, молись. Так, ребятки, давайте обойдем. Уродский самый маршрут, конечно, но что есть, то есть. Бляха, оно реально в густом лесу находится. Бляха, здесь еще и этот. Как он называется? Да дай пройти. Здесь еще и жунгли. Сейчас нас мухи будут жрать. Это дракон или лев? До конца не ясно. Сразу. Короче, если здесь будет какая-то сложная загадочка, я вам обязательно покажу. А так, в принципе, мы все лабиринты уже видели. Так, Иисусе Господик, я все-таки нашел конец этого лабиринта. Тут целый ужас происходил, потому что по карте, по карте я дошел. Вот, первый выход, первый проход. Я прошел все это говно вдоль и поперек. Зашел вот сюда в эту конечную бесполезную комнату. И только потом я заметил, что вот здесь есть проход. И слава богу, что я в него заглянул. Иначе я бы здесь бегал еще очень-очень долго. Ну, короче. Мертвяков я перемесил. Оказывается, эти черепки, которые рейсуют, они рейсуют массово. То есть, я убил, по сути, всех мертвяков. Подлетает один черепок и рейсует пятерых. И я такой, типа, чё? При этом он жив-здоров, ему норм. Так, ладно, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем палку-махалку. Это меч огня. У меня как раз сломался этот. Дайте мне сюда камень. Я починю нашу пейку точеную. Добавить. А, стоп. Это не то. Верни. Вот это у нас копье, да? Да. Где молоточек? Сейчас починим. А, в принципе, меч мне больше нравится. Поэтому будем юзать в любом случае меч. Сейчас посмотрим на его атаку, правда. Так, меч. Нихера. Подождите. Отлично. Он бьет по области. У него шикарная дальность атаки. Так что он точно выигрывает у копья. Ну, у копья дамаг. Надо не забывать, что у копья просто колоссальный дамаг. Так, еще одна статуэтка. Так, давайте я макаку сразу заберу. Влазь. Или это пустая клетка? Ооо, эта клетка пустая! Матерь божья! И что я теперь буду делать? Так, стекла мне не нужны. Ну, давайте. Вы нашли струал корабля. Он поможет вам спастись с острова. Такие важные предметы отмечают страницы профиля. Сейчас, да, выходим. Сейчас проверим страницу профиля. Да, мы собрали все вещи. То есть, четыре ключа от лабиринтов. И четыре вещи, которые должны быть... Блях, у меня мухи грызут. Сейчас. Секундочку. Маленькая неприятность. Так, вы ящик не забыли? Было бы очень обидно тпшнуться оттуда и забыть ящик. Так, давайте выйдем. Так, вот здесь. Да, мы собрали все предметы. 19 сокровищ, 17 историй. Не все рецепты, как видите, открыли. Особенно по строительству, кстати. Почему так? А, вот телепорт мы открыли, да? Вот здесь после забора еще три. Ну, короче, по мелочи на самом деле. Телепорт штука полезная. Но я не уверен, что она настолько простая в использовании. Ну, короче, в любом случае, это не тот контент, за которым нужно будет бегать. Что мы делаем сейчас? По-хорошему, по-хорошему, надо бы здесь еще по острову побегать, потому что здесь есть много живности, которая может дать нам шерсть. И было бы очень разумно с моей стороны эту шерсть подсобрать. Куда ты свалил? Эту шерсть подсобрать, потому что иначе мы можем долго и нудно бить их на нашем острове. А это, ну, как бы такое. Тут остров побольше, зверушек побольше. Так, шо? Грех не повыбивать, так сказать. Тем более, что я с мечом гораздо более эффективный, чем с несчастным копьем. Пусть оно и дамажное, спору нет. Но проблема не в дамаге. Проблема в том, как я попадаю этим оружием. Пусть там дамаг будет просто ваншоты делать, но если я им не попадаю, то... Как бы полезность падает в ноль. Так, 22 уже есть. Нам нужно было 32. Давайте, ребятки, еще попробуем. Добить и главное не забыть, и наш корабль стоит. Ну, он там в таком аппендиксе спрятан. Мы свои дракары спрятали. Все будет окей. Почему здесь гоблины? Здесь должны же быть эти. Кабаны, всякая живность неприятная. Стоп, если заспаунился тигр, значит где-то здесь должны заспауниться две пумы. А то и больше. Ноу. На, по наглой роже. Нельзя наших товарищей стрелять. Подумай. На, еще одной наглой р... В смысле, я ему одним ударом сношу 3-4 хп, вы серьезно? Сейчас, где мы-то пробегали? Мы вот здесь шастали, да? Сейчас про... Блях, еще ящик уронили. Ну, пацаны, ну вы че? Это лучник пульнул на рандом и попал прямо в оруженосца. О, вот, здрасте. Хопа! На, по жопе. Хопа! Блях, они успели вернуться. Нормально, наши сработали. Да, это просто кладезь шерсти. Слушайте. По три штуки. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось семь штук. А где вторая? Почему здесь кабан? Мне кабан не нужен. На, по жопе. Просто... Просто подошел и сломал ему жопу. Ну, бывает такое. Так, здесь голяк, да? Или нет? Здесь кабаны. В смысле, почему он не засчитывал, как врага? Бью, когда я бью ему прям в жопу. Не надо так. Что ж, столько мяса пооставлял? Ужас какой-то. Так, еще раз проверяем карту. Вот тут нам надо бы пробежаться, вот по этой зоне. Мне что-то подскажет, что там зверушек должно быть достаточно. Мы уже на пути, понимаете? Нам чуточка осталось. Чуть бзюлечка. Бзюлечка масюсенькая. Так, это нас что-то топчет, по-моему, да? Да. Совсем шушуть. Если мы это соберем, то будет вообще песня. Так, сейчас я восстановлюсь. Хопа! Мне сегодня, друг. На тебе за этим мечом похаре. Меч, конечно... О, вон второй еще, кстати. Молодой человек. Идите сюда. Ахрест на меня. Хопа! А как могу. Ай, второй раз не вернулся. Нормально. Главное хавать, не забывать, и будет все хорошо. Так, две шерсти, где третья? Так, а ну отошли. Не понял. Третья не выпала? Рандом. За что ты так со мной? Две шерсти осталось нам, по идее. Две шерсти. Сейчас порыскаем. Так, быки мне не нужны, эти кабаны. Так, обходим здесь аккуратненько кабанов. Статуи, это, конечно, хорошо. Мне, кстати, кажется, что мы достигли лимита по макакам. Потому что я впервые видел пустую клетку. Мне это показалось очень странным. Опять кабаны. Да что ж ты будешь делать? Нормально, два удара, нет кабана. А можно, чтобы так всегда было? Так, перекувырк. Так, гамно летающий, умри. Кабана забили? Чё-то все как-то олюлились очень сочно от этих несчастных летучих мышей. Позор нам, позор. Вышел. Недопустимо. Так, здесь скорее всего не будет. Но вот здесь еще можно прошмыхнуть. Ну, бляха, осталось две единицы. Серьезно, мы что, будем уходить без двух единиц? По идее, все переспаунивалось. Была ж красная луна. Как я понимаю, переспаунивалось абсолютно все. На, на. Ой, я такой-то крепкий товарищ. Ему жопу так просто не сломать. А с них шерсть не падает? Потому что у них такая борода мохнатая. Не, не падает вроде. Подъем, макак. Полежать еще успеешь. Как там, в морге полежишь. Так, здесь скала. Ну, вот здесь еще вариант есть. Но... Мне кажется, шанс слишком низок. Уж эти углы. Непослушные. В целом, можно отплыть. А куда Таргаш, кстати, делся? Таргаш вернулся на первый остров. Я понял. Таргаш решил нас кинуть. Но мы не в обиде. Кинул и кинул. Давайте тогда на корабль. Двигаем назад. У нас, конечно, шерсть не топчик-топчик. Но... Чет есть. Он успел меня ударить. Вы серьезно? Ок. Так, здесь надо только аккуратно. Блях, здесь еще хер обойдешь. Какие-то колья. Говно еще какое-то собачье. Так, давайте в воду. Погнали, погнали, погнали. Погнали, погнали. Вот здесь еще и этот есть. Засаживаемся. Быстренько, 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 быстренько. Ящик с нами. Все с нами. Разворот, поворот. Выплываем. Короче, мы двигаем домой. Если переспаунилась все, то, соответственно, и на нашем острове переспаунились пумы. Значится, мы набьем эту самую шерсть. Вопрос в другом. Что нам нужно будет с собой взять молотки. Взять рабочих, которые ответственны за стройку. Фишка в том, что, по идее, корабль строится долго. Как я понял. И макак было бы логично использовать как раз таки в стройке. Чтобы мы побыстрее справились с ремонтом. Ой-ой-ой-ой. Стоп, стоять. Выходим, выходим, выходим. Перекат. Собака мушная какая. Отойди от меня. Макаки, вы что сидите? Бездельники сраные. Фу, вам на лицо просто. Он еще ящик уронил с испугу. Как с ними жить, я не понимаю. Так. Забирай кто? Ты, бездельник? Ты. Все. Шерсть вся есть. Можно не переживать. Забежали? Поплыли. Двигаем домой. Естественно, нам нужно будет скрафтить это все добро. У нас парусов скрафченных нет вообще. Потому что мы заготавливаем ресурсы под них. Поэтому я их в прав даже не ставил. Крафт я ставил только то, что нужно для потусов. Поэтому мы сначала прокрафтим первое кольцо, потом второе кольцо. Сделаем это все добро. Возьму, наверное, макаки 2-3 строителей. И думаю, мы сможем уже смело двигаться к Голливону. Потому что предметы у нас есть все. Ресурсы у нас почти все. Докрафчиваем, врываемся. И, возможно, мы его даже что-то не починим. Так, дом, милый дом. Макаки забагались, подумали, что они там сейчас откроют ящик, да? Я вас понял, тихо не таранься в берег. Не надо так делать. Аккуратненько швартуемся, тормозим. Лоп. Все, 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 выкатываемся. Так, ребятки, проверяем. Что у нас здесь? 25 пастилок, соответственно, нужно... Я, походу, просчитался. Нам нужно 8. Нет, стоп, не просчитался. Все правильно. Так, эти решили готовить жрать. Сколько здесь? 7 еще на крафте. Значит, они продолжили крафт. Замечательно. Так, дружочек. А не все? А, нет, не все отсюда украли. Давайте я сразу положу, что где должно лежать. Шеры, значит, здесь. Здесь же уголь. Почему там кокосы лежат, пока загадка. Здесь не должно быть сырьевого ресурса, мать вашу. Неправильно перетаскиваете предметы. Дезреспект вам. Фу. Просто плохие ребята. Так. Это оставляем здесь. Запас еды даже какой-то есть, слушайте. Не все потеряно. Я так посмотрю, не все потеряно. Так, сейчас он докрафтит это добром. Ага. Угу. Четыре они здесь доделают. Ну, я думаю, что я могу смело уже запускать здесь паруса. Правда, мы будем отвлекать. Давайте не будем их отвлекать. Я пока поем. Так, еще три штуки. Они сразу же накидывают ресурсы, потому что они в ближайшем ящике. Так, готово. Сейчас докрафтят. Мы пока проверим наличие всего остального. Давайте по списочку. Так, у нас должно быть 120 палок. 122 даже у нас палки. Это хорошо. Так, у нас должно быть 50 гвоздей. 50 гвоздей есть. У нас должны быть два этих... А где коннекторы? Алло? Мы их не крафтили? Мы их точно крафтили. Сейчас будет, походу, западня. Небольшая. Либо я что-то упустил. Бибу, бибу, боп, боп, боп. Коннекторов не вижу. Железо у нас есть? Железо у нас есть. Давайте уголь сюда тогда. Уголечек. Давай сюда один. Сейчас все сделаем. Вот эти штуки нам нужны две. Соответственно, нужно будет еще два гвоздя скрафтить. Две штучки оформите, пожалуйста. Гвозди у вас тоже есть. Я все понимаю, но придется еще докрафтить. Гвоздь. Первый готов. Нет, он гвоздь уронил просто. Первый готов. Железо принесли. Гвоздь принесли. Надо еще докрафтить два гвоздя тогда. Так, есть, а хер знает, куда они это сгружают, но... Меня это им мало интересует. Так, стоп. Гвоздь. Стоп, отмена. Два гвоздя. Давайте, ребятушки. Так, где вы дели шпингалеты эти? Один сюда кинули, петлю, а второй? Второй сюда, наверное, да? Все как всегда, через жопу. Так, две петли есть. Золотые гвозди. Присутствуют. Почему, кстати, не скрафтили еще одну эту штуку? Две даже. Ребята, не огорчайте меня. Пожалуйста. Стопали отмена. Может, они их просто не туда положили? Так, хорошо. Это забираем. Веревку можем забрать. Это забрать. Если бы они умели все сортировать, было бы восхитительно. Так, веревки сейчас проверяем. Может, уже поставим эти, да? Веревок. Так, должно быть 99, этих по 33. На то, чтобы мы сделали 11 парусов. Поехали, ребятки. Приступайте к грязной работке. Так, этих два есть. Дальше нам нужно 15 золотых гвоздей есть, 50 обычных гвоздей есть. Деревянные палки, 21 штука. Присутствуют. И 45 веревок должны будут остаться после перекрафта. Если они останутся, то мы их докрафтим. Я думаю, это не то, чтобы проблема. Давайте, знаете как, я вам немножко упрощу ситуацию. Я заберу все веревки и буду их вручную закладывать. Это будет быстрее гораздо. Долго делаешь, нет? Не вижу. Да, достаточно долго. Не буду вас мучать, сейчас доделаем 11 парусов. Такс, ребятки, я вроде бы все пересчитал, перепроверил. Все скрафтили, все у меня на руках. 120 с хреном дощечек, 50 гвоздей, 2 эти штуки, 16 гвоздей такие, хотя надо 15. 11 парусов, 50 веревок из 45 нужных. Вроде бы как. Все хорошо. Но я до конца не уверен. Окей, попробуем тогда как. Попробуем как. Берем вас всех, все следовать за мной. Сейчас, тут где-то потери еще есть. Потери, иди к нам. Всех забрал? Вроде бы когда. Ящик у нас один на горбу. Как я понимаю... Хотя, наверное, стоит забрать. Давайте, кто у нас бездельник? Держи, раз. Держи, два. Держи, говорю. Не отлынивай от работы, макак. Я такое не люблю, ты же знаешь. Так, забираем все, что мы нажили, так сказать. А добра мы нажили, дай бог. Так, держи. Кто-то из них, скорее всего, вооружен, кто-то нет. Наша теперь задача просто не сдохнуть от акул, по идее. И больше от нас ничего не требуется. Все очень-очень просто. Кровать оставляем пока здесь, на случай, если мы все-таки каким-то образом гуфнемся. Я, конечно, надеюсь, что нет. Ну, окей. Ресурс есть, молоток есть. В ящиках у нас еще куча молотков. Насколько я помню. Чинить. У нас поломанная лодка. Это херово было. Так, отплываем, но не совсем, подожди. А, метка у нас там стоит. Все, отплываем. Погнали. Нас ждет починка Голеона. Я не уверен, что у нас получится затащить. Насколько мы помним, там есть место... Не совсем в молководии, в общем. Ну, короче. Там есть своего рода небольшая глубина, на которой мы можем спокойно находиться. Так что плывем в надежде того, что мы починим, и все будет чики-пуки. Предметы все есть, ресурсы все есть. Теперь только дело случая. Либо на нас нападет три акулы, от которых наш плод несчастный не сможет уклониться. Либо... Какие еще есть возможные плохие события? Надо же просчитать все негативные возможные факторы, правильно? Да, в принципе, ничего больше помешать не может. Единственное, что долго, наверное, будем стучать. Потому что, чтобы обучить макаку, нужно ей показать конечный результат работы, который ты хочешь выполнить. Чтобы она выполнила. Соответственно, скорее всего, этот процесс немножко... Ну, посмотрим. Не будем загадывать. Не будем загадывать. Так, давай чуть-чуть прямо. Еще чуть в диагональ. Я не помню, у нас метка супер ровно стоит. Вроде бы да. Ага, хренал и сил. Понял. Понял, принял. Так, ребятки, стопоримся. Здрасте, вылазим с корабликом. Загружаем первая партия. Нужен молоток. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. А че так долго-то? Так, а если я собью работу? Я могу сбить? Могу. И можно продолжить, да? Вы видите эту скорость? Я тоже вижу, и мне становится больно. Кто у нас с молотком? Ты, запоминай. Интересно, он сразу ловит или нет? Есть. Можно отменить, и он начнет ее работать. Отлично. Запоминай. Отменить. Так, две макаки мы настроили. Молотки у нас здесь есть. Молотка здесь нет. Сейчас я всех макак перекину тогда. О-о-о, вот он, вот он золотой запас. Так, кто у нас с пустыми руками? Воришка, иди сюда. Так, воришки... Не воришки. А, не передал просто. Так, ты, запоминай. Иди сюда. Сейчас у нас будет массовая стройка. Понял, что нужно делать? Красава. Мое уважение. Так, дайте еще, пожалуйста, молоток. Я там ящики чинить собираюсь в РСТ. Так, еще молоточек давай. Кто еще? Воксель. Держи. Воксель. Запоминай. Подходишь и делаешь губ-губ-губ. Понял? Так, отлично. Как прогресс? Я бы не сказал, что он супер прям ускорился. Но работают они прям, чтобы наверняка. Так, дайте еще молоток. А не чинить. Не здесь. Здесь топоры. Надо бы их отдельно отложить. Ну ладно. Так, кто еще бездельничает? Хэп. Хэп стоять. Не убежишь от работы. Даже не пытайся. Подходишь. Делаешь губ-губ-губ. Понял? Так, Хэп понял. Сколько у нас уже? Пять макак лупят, да? Так, первый процесс есть. Дальше. Пять гвоздей. Десять этих. Добавляем. Ну, а слушайте. Пятером уже, да. Чувствуется разница. Прям ушушается. Отдай сюда. Так, забираем. Кто у нас еще бездельник? Стоять. Гастон. Месье Гастон. Постойте. Гастон, твою мать. Остановись. Ты не убежишь от работы. Ты не первый, кто пытается это сделать. Так, построили. Сейчас закидываем остальное. Гастон, делаешь вот так, понял? Все, шесть макак лупят. Вот это я понимаю скорость. Вот это я понимаю. Будет очень печально, если нам не хватит ресурсов. Очень. Так, давай, лупи, лупи, лупи. У нас, по идее, еще есть. Я прям уверен, что у нас еще молотки где-то валяются. Стоять. Так, здесь не молоток. Здесь не молоток. Во, пожалуйста. Так, у нас по чуть-чуть галеон преображается, да? Так, три паруса, пять палок, пять гвоздей. Лупим, 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 ребятки. Так, я смотрю, кто еще голожопый. Черныш. Черныш, кис-кис. Иди сюда. Тихо. Стой, стой. Стоять. Стой. От работы не убежишь. Так, подходишь и делаешь губ-губ. Понял? Так, семь макак долбят. Что по скорости? Ну-ка, вот один из сложных крафтов в печке. Только если бы мы в одиночку долбили. Так, красавцы. Восемь палок. И все остальное. Я хочу на него посмотреть просто, пока они долбят. Так, первый парусочек вроде появился. Правда, надорванный как будто бы. Но вы работаете, вы работаете. Вы молодцы. Я-то думал, поставлю одну макаку, она все построит. Сейчас. Почти так и сработало. Почти. Так, где-то там еще были, да? Блях, не перемешивайтесь. Я теряться начинаю. Вот, еще два есть. Кто бездельничает? В принципе, их с ящиков можно сгрузить. Ну ладно. Так, еще одна часть готова. Добавляем еще ресурс. Проверяем. Во, здесь паруса появились. По чуть-чуть чинится этот ужас. По чуть-чуть. Так, похавать надо, а то что-то... Что-то поплохело. Давайте, 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 макаким. Ну, это гораздо быстрее. Гораздо быстрее. Я думал, что оно будет, конечно, медленным, но не настолько, когда я начал одним молотком лупить. И оно там по микро-миллиметру, так, по чуть-чуть наплевывалось. Так, у меня остались только веревки и дощечки. Так, и куча веревок. Давайте. У меня все есть, ребятки. О, здесь вообще реактивно долбят. Так, третий парус готов, я правильно понял? Третий парус готов. И... Веревки давайте... Хобана! О май гадабу. Так, что теперь? Добавить ключевой предмет. А, они еще и каждый ключевой предмет будут выбивать. Но ключевики они быстро бьют. Окей. У нас там статуэтка, компас, штурвал. А, нет. Получается только переднюю... Я забыл, как она называется, ну, короче. Статую и штурвал. Нет. Компас добавили, карту добавили. Все готово. Спастись. О май гад! Нифига тебе! Ура, я возвращаюсь домой! Я тебе больше сказал, что у тебя сейчас домой с огромным количеством макак. А все благодаря моим верным обезьянкам. Мы стали настоящей кома... Гроза, да? Макаки его шоткнули! И выбросили! Ой, макаки... Я так и знал, я так и знал. Макаки и мрази вы, ну... Я вас кормил, обучал, взращивал. Сисю вам чуть ли давал, ну... Эх, вы! Говно мелкое. Это хорошо, да. И мы опять плывем на флоту! Так, еще, еще, еще... Эх! Команда разработчиков анимации! Ведущий аниматор Эндрю Моррис! Ну, короче! Самый кек был бы в том, если бы он, типа, ударился о плот, когда... Падал с корабля. И забыл о том, что он управлял макаками. И он был в таком, своего рода, дне сурка. Опять выходит на берег. О, макаки! Начинает их приручать, они опять их удают подзадыль. Опять падает о плот. И опять... О, макаки! Ну, забавно, забавно. В любом случае, ребят, игрушка сама себе по механике интересная. Обязательно рекомендую вам лично в нее поиграть. А желательно учусь с друзьями, так как здесь есть хопчик. Вот. И... У меня впечатление даже на такой ранней разработке. Я не знаю, в какой стадии она сейчас точно находится. Но явно, что контента немного. И ей есть куда расти. Есть куда расти. А финалы, это чисто, мне кажется, начальная такая версия финала. Чтобы у человека не было незавершенности игры. Чувства этого неприятного. Но, в любом случае, я думаю, что она еще разовьется. Будет круче, чем есть сейчас. И мы к ней, возможно, даже через пару лет или через год вернемся. Пока, ребятки. Спасибо вам огромное за просмотр данного прохождения. Не забывайте комментировать видео и нажимать на колокольчик. Мы с вами встретимся уже в следующем прохождении. Пока-пока.